И еще о событиях в мире. В Германии парализовано железнодорожное сообщение. Машинисты и их работодатель, компания Deutsche Bahn, снова не смогли договориться. По этой причине 40 тысяч сотрудников массово не вышли на работу. К слову, это уже вторая с начала года забастовка транспортников. Чего они добиваются, расскажет Шолпан Эмамбаева. Такого в Германии еще не было. Профсоюз машинистов объявил самую длинную стачку в истории железнодорожного транспорта. Продлится она целых 6 дней. В это время не будут ходить как грузовые поезда, так и пассажирские. Больше всего пострадала сфера перевозок. По словам экспертов, ущерб из остановки грузовых локомотивов может составить до 100 миллионов евро ежедневно. Помимо этого, стачка затронула электрички, региональные локомотивы и поезда дальнего следования. По расписанию уходит менее 20% транспорта. Для пассажиров начался настоящий хаос. Ведь только электричками в Берлине ежедневно пользуются свыше миллиона человек. Теперь, вплоть до вечера понедельника, пассажиры вынуждены менять свои планы и переносить запланированные поездки. Я из Южной Кореи. Прилетела в Германию, чтобы увидеть исторический город Кёльн. У меня сегодня вылет обратно на родину, но я очень боюсь опоздать на самолет. Мой поезд из Кёльна в Берлин сегодня отменили. Мне пришлось менять билет. Я добралась с опозданием. У нас в Корее тоже бывают забастовки, но не такие длинные. Я думаю, что люди имеют право бороться за свои права и лучшие условия для себя и своей семьи. Но хаос, который они вызвали, конечно, не очень комфортный для меня. За 10 минут до отправления нам с друзьями сообщили о том, что наш поезд отменен и что сегодня вообще не будет транспорта в нашем направлении. Нам теперь придется переночевать в Берлине. И завтра нам предложат какую-нибудь альтернативу. Эта истачка и профсоюз машинистов добиваются лучших условий труда. Работники железных дорог требуют повысить им зарплату на 555 евро. К 3000, которые они ежемесячно зарабатывают. Также забастовщики настаивают на сокращении рабочих часов и выплате 3000 евро в качестве премии. Как профсоюз мы готовы к переговорам, поэтому мы отправили наше предложение в немецкие железные дороги. В этом письме указаны требования, на которые согласились другие 18 железнодорожных перевозчиков. Мы ожидаем, что работодатель согласится на наши условия. Только от этого зависит, будет ли забастовка продолжаться дальше. В компании Deutsche Bahn считают эти требования завышенными. Работодатель предлагает членам профсоюза сесть за стол переговоров. Однако машинисты не готовы к компромиссам. А пока не решен тарифный спор, страдают миллионы пассажиров. Шулпан Айманбаева, Милослав Лавиновский, 24КЗ, Германия.